Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня урок русского языка проведу для вас я, Нурманова Замира Аблаковна. Тема урока – изучение синтаксиса как одного из разделов грамматики современного русского языка с применением передовых педагогических технологий. Синтаксис, словосочетание. Каковы же цели нашего сегодняшнего урока? Систематизировать знания о синтаксисе как разделе грамматики, расширять, углублять и систематизировать сведения о словосочетании как единицы синтаксиса. В способах подчинительной связи словосочетания. Отработать умение определять способы связи слов словосочетаний. Развивать критическое мышление учащихся. Итак, целесообразно начать наш урок с такого метода, как корзина идей. Что же это за метод? Это прием технологии развития критического мышления. Метод организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющихся у них опыта и знаний. Мы ставим перед учащимися вопрос, что изучает синтаксис. И учащиеся начинают наполнять нашу корзину своими идеями, ассоциациями, понятиями, фактами, именами, мнениями и тому подобное. Это вызов имеющихся знаний в создании положительной мотивации и активности в работе. Корзину идей можно нарисовать на доске мелом, а можно обозначить ее заготовленным рисунком. Итак, давайте посмотрим, какие же ступени имеет этот прием корзины идей. Сначала учащиеся вспоминают и записывают в тетради все, что знают по теме. Затем идет обмен информацией в парах или группах. Каждая группа называет сведения или факт, не повторяя ранее сказанного. Сведения кратко записываются в корзине идей. Ошибки исправляются по мере усвоения новой информации. Вот основные ступени этого приема. Итак, когда мы уже собрали в корзину имеющиеся у нас факты и информацию, давайте подытожим, что такое синтаксис. Синтаксис переводит с греческого языка составление, построение, строй. Это раздел науки о языке, изучающий строй связанной речи. Здесь мы не можем не вспомнить основные единицы синтаксиса. И самое малое из них — это словосочетание. Затем идет предложение. Предложение составляет сложное синтаксическое целое или абзац. И затем в конце сам текст. Для того, чтобы систематизировать материал о синтаксисе, соберем кластер. Он так и называется — синтаксис. Итак, два основных понятия, которые изучает синтаксис — это словосочетание и предложение. Словосочетание — мы вспоминаем сочинение и подчинение. О подчинительной связи есть согласование, управление и примыкание. Предложение бывает простое и сложно. Конечно, это еще не весь наш кластер. Его можно дополнять в течение урока, а также в конце урока. Прием согласен, не согласен — очень интересная методика. Здесь задание такое. Дается тезис. Он может быть правильным или неправильным. Соответственно, если согласен, ученик ставит плюс. Если не согласен, минус. Итак, давайте посмотрим, какие же тезисы можно предложить по этой теме нашим ученикам. Итак, первый. Предложение — это самая меньшая единица синтаксиса. Мы не согласны, так как знаем, что самая меньшая единица синтаксиса — это словосочетание. То есть мы ставим в ключе по цифре 1 минус. Второй тезис. Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Да, это так, мы согласны. Значит, мы ставим в ключе плюс. Третий тезис. Предложения могут быть простыми и сложными. Ну, это знают все ученики, и поэтому мы поставим плюс. Четвертый. К односоставным предложениям относятся предложения определенно личные, неопределенно личные, назывные и распространенные. Все хорошо, но распространенные немножко не отсюда. Значит, мы не согласны, поэтому ставим минус. Пятый тезис. Сложные союзные предложения могут быть сложно сочиненными и сложно подчиненными. Это верно, мы согласны. Значит, мы ставим плюс. Шестой. Есть сложно подчиненные предложения с двумя или несколькими предаточными. Все верно, мы согласны. Значит, ставим в ключе плюс. Таким образом у нас проводится эта работа. Она очень интересная, не занимает много времени и места в тетради. Иногда ключ мы располагаем прямо на полях тетради в вертикальном положении. Мы хорошо поработали, а теперь можно немножко поиграть в связи с изучаемым материалом. Я предлагаю для вас такую игру-упражнение, которое называется серпантин одной фразы. Учащиеся также любят играть в эту игру и работают очень активно. Итак, в чем же заключается эта игра? Предложена фраза. Задача каждого следующего участника продолжить ее в пределах одного предложения. Распространить предложение. Например, учитель дает предложение «Я читаю». Простое, нераспространенное предложение. Первый участник игры дополняет его «Я читаю книгу». У нас появилось дополнение. Это уже простое распространенное предложение. Второй участник добавляет к тому, что сказал первый свое слово «Я читаю интересную книгу». В этом простом распространенном предложении появилось определение. Дальше третий «Я читаю интересную книгу по вечерам». У нас появилось обстоятельство времени. Четвертый дополняет так «Я читаю интересную книгу по вечерам каждый день». Ну и в конце, например, у нас получается такое предложение «Я читаю интересную книгу по вечерам каждый день, потому что это мое любимое занятие». Как видите, из простого нераспространенного предложения в конце у нас может получиться сложно подчиненное предложение. Ну, раз это игра упражнений, здесь, конечно, должен быть победитель. Подготовьте какой-то небольшой сюрприз для победителя. Итак, переходим к словосочетанию. Но мы не даём готовых ответов. Мы попросим ребят выбрать из синтаксических единиц только словосочетание. Итак, в две колонки представлены такие сочетания слов. «Зелёные глаза», «Около дома», «Решать задачу», «Говорить быстро», «Бегущий спортсмен». Давайте посмотрим, что мы здесь выберем. «Зелёные глаза». «Глаза какие?» «Зелёные». Это словосочетание. «Около дома» мы не выбираем, потому что это не словосочетание, это сочетание предлога с именем существительным. «Решать что?» «Задачу». Это словосочетание. Выбираем. «Говорить как?» «Быстро». Это тоже словосочетание. «Бегущий спортсмен». «Спортсмен какой?» «Бегущий». Также его выбираем. Во второй колонке у нас такие сочетания. «Подключение к сети». Словосочетание, потому что есть главное и зависимое слово, мы его выбираем. «Наступила ночь». Мы не берём это сочетание, так как это простое, нераспространённое предложение. А мы знаем, что подлежащие сказуемые равноправны по отношению друг к другу. «Очень хорошо». «Хорошо как?» «Насколько?» «Очень». Это словосочетание. Мы его выбираем. «Более тёмный» оставляем, так как это сравнительная степень прилагательного и не является словосочетанием. Сломя голову, фразеологизм. Поэтому его тоже не выбираем. Таким образом, мы вспомнили, что такое словосочетание, а что не является словосочетанием. Итак, давайте подытожим. Словосочетание – это сочетание двух самостоятельных частей речи, связанных друг с другом по смыслу и грамматически. Словосочетание называют предметы, действия, признаки в их отношениях. В зависимости от принадлежности главного слова к той или иной части речи выделяются словосочетания глагольные, именные и наречные. То есть, если главное слово в словосочетании выражено глаголом, то это глагольное словосочетание. Петь что? Песню. Замечательно петь. Петь как? Замечательно. Именные. Лучший праздник. Праздник какой? Лучший. Праздник в декабре. Главное слово также выражено именем существительным. Это именные словосочетания. Но и наречные – там, где главное слово выражено наречием. Очень хорошо. Хорошо как? Очень. Вспомнили? Так. Здесь нельзя не сказать о видах связи в словосочетании. Ребята, нужно напомнить, что сочинительная и подчинительная связь есть у словосочетания. Сочинительная связь между синтаксически равноправными единицами словами. Например, фабрики и заводы. Не утром, а вечером. Трудно, но интересно. Посмотрите, они равноправные единицы, поэтому это сочинительная связь. Подчинительная связь. Само название говорит о том, что что-то себе подчиняет что-то. Связь, при которой одно слово зависит от другого. Например, темная ночь. Ночь какая? Темная. Главное слово – ночь. Мы его обозначили крестиком. От него вопрос. Ночь какая? Темная. Темное зависимое слово. То есть это подчинительная связь. Самое трудное для учащихся внеста в изучении словосочетания. Это виды подчинительной связи. Ребята почему-то путают согласование, управление и примыкание. Поэтому сегодня остановимся на этом подробнее. И ребятам на уроке это также нужно показать. Согласование. Зависимое слово изменяется вместе с главным по родам, числам и падежам. Например, мой портфель, моего портфеля. Зеленый лист, зеленых листьев. Улыбающийся мальчик, улыбающимися мальчиками. То есть зависимое слово изменяется так же, как и главное. Управление. Зависимое слово, изменяемая часть речи, но в данном словосочетании состоит только в одной определенной форме. Портфель друга, портфеля друга. Решить задачу, решаю задачу. И примыкание. Зависимое слово, неизменяемая часть речи или инфинитив глагола. Работать как? Молча. Идти как? Смеясь. Мечта? Прочитать. Посмотрите, примыкает у нас неизменяемая часть речи или инфинитив, как в данном словосочетании прочитать. После того, как мы вспомнили виды подчинительной связи словосочетания, мы должны напомнить ребятам о том, что способ связи легче всего определить по зависимому слову, какой частью речи оно выражено. Еще раз, согласование. Зависимое слово выражено именем прилагательным. Зеленый лук. Местоимением, похожим на прилагательное. Мой портфель. Причастием. Летящий шар. Порядковым числительным. Второй этаж. Управление. Зависимое слово выражено существительным. Иду в школу. Лес вокруг школы. Вы видите, здесь появились предлоги. Местоимением, похожим на существительным. Письмо для меня. Примыкание. Зависимое слово выражено наречием. Говорить тихо. Диепричастием. Меняемся, не глядя. Неопределённая форма глагола. Уехал учиться. Запомните, способ связи определяется не по главному, а по зависимому слову. Не важно, на какой вопрос отвечает зависимое слово в данном словосочетании. Важно, какой частью речи оно выражено. Проверим себя. Итак, первое задание. В каком ряду все наречные словосочетания? Мы знаем, что должны определить часть речи главного слова. Говоря по-русски, хорошо отдохнувшие, совсем недавно, по-осеннему, красиво. Встретили радостно, любимая книга. Мы видим, что в варианте B у нас главное слово выражено наречием. Значит, это наречные словосочетания. Совсем недавно, по-осеннему, красиво. Второе задание. В каком ряду все словосочетания глагольные? Ступеньки из кирпичей спрятать надёжно, увлекались чтением, восхищаться талантом. Вспыхивали в небе второе приглашение. Итак, смотрим, в каком словосочетании главное слово выражено глаголом. Это и будет правильный ответ. Давайте проверим. Мы решили, что это вариант B. Увлекались чем? Чтением, восхищаться чем? Талантом. Правильно. Третье задание. В каком ряду все словосочетания именные? То есть главное слово должно быть выражено именной частью. Обидеться на нас, отрезать аккуратно, безмолвное море, длинные молнии. Зависел от обстоятельств, никому не ответил. Ну, конечно, здесь понятно, что вариант B также является именным словосочетанием. Море какое? Безмолвное. Молнии какие? Длинные. Таким образом, очень простым заданием мы можем проверить наречные, именные или глагольные словосочетания. Теперь работу немножко усложним. Выполним задание. В каком словосочетании тип связи с согласованием? Скачет на коне, встретил вас, вторая попытка, громко кричал. Вторая попытка, конечно. Главное и зависимое слово между собой сочетаются. В каком словосочетании тип связи управления? Жить дружно, морозным днём, радоваться успеху, очень красивый. Здесь правильный ответ – радоваться успеху. И третье. В каком словосочетании тип связи примыкания? Смотреть кинофильм? Брат с сестрой. Крепкий кофе? Горячо спорить. И правильный ответ – горячо спорить. В качестве домашнего задания можно предложить ребятам написать сочинение-миниатюру на тему осень в моем городе. Используя словосочетание с различными видами связи. На этом наш урок окончен. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 утром, например, или днем, вечером или ночью. Поэтому в данном случае мы с вами делаем вывод, что солнечные лучи, такую вот цепочку логическую строим, вначале нагревают температуру земной поверхности, а потом уже нагревается воздух. Мы все с вами знаем, что определенным прибором, в котором измеряется температура воздуха, является термометр. Если мы посмотрим на картину, посмотрите термоскоп Галилея. То есть оказывается, давно-давно все мучилось вопрос, как измерить температуру воздуха. Сегодня мы с вами знаем, есть огромное количество термометров, которые нам помогают сегодня знать, какова температура воздуха. Итак, для того, чтобы измерить температуру воздуха, мы не можем взять термометр и просто поставить его в окошко или на стол. Оказывается, для этого специально существуют в метеостанциях такие площадки, где измеряется температура воздуха. Термометр устанавливается, во-первых, в тени и в двух метрах от поверхности земли, в специальных ящиках, которые имеют определенные отверстия. И когда начинают смотреть, каков же термометр, всегда дверцы этого ящика находится с северной стороны, чтобы лучи солнца не нагревали термометр. На метеостанциях есть определенный принцип измерения температуры. Сейчас мы с вами посмотрим, каков же этот принцип. Например, чтобы определить, какой сегодня был день теплый, холодный, прохладный, жаркий, мы с вами обязательно должны уметь определить среднесуточную температуру. Для этого, обратите внимание, мы измеряем температуру, это час ночи, которая может быть равна плюс 6 градусов. Измеряем в 4 часа утра, температура может быть равна плюс 4 градуса. Измеряем в 7 часов утра, температура, мы видим, плюс 5 градусов. Измеряем в 10 часов температура, плюс 10 градусов. В 13 часов, 14 градусов. В 16 часов, 16 градусов. Так, в седьмой раз мы измеряем 19 часов, это плюс 10 градусов. И последний раз мы можем измерить в 22 часа, когда температура может быть равна плюс 7 градусов. Посмотрите на эту цепочку. Что вы заметили? Что оказывается, температура воздуха измеряется через каждые 3 часа. Измерив температуру, мы теперь складываем, суммируем все эти температуры и, например, получаем общую температуру, которая равна 72 градуса. Теперь смотрим, сколько раз мы измерили такую температуру. И мы с вами видим, что 8 раз. А значит, суммы мы с вами делим на 8 и получаем плюс 9 градусов. А ну-ка теперь скажите, какой был день? Прохладный, холодный, теплый, жаркий? Как мы видим, плюс 9 градусов, это очень прохладно. Вот так вот и дают оценку, какие дни могут быть. Или, например, мы также можем дать оценку, какой был месяц? Жаркий, теплый, холодный. Но для этого нам с вами надо обязательно измерить среднесуточные температуры в течение месяца. Если в месяце, как мы видим с вами, 31 день, берется среднесуточная температура каждого дня и тоже суммируется. Сумма, которую мы получаем, она делится, теперь вы уже знаете, на число, которое содержится в месяц. Здесь 31, а значит, мы получаем температуру воздуха среднемесячную, плюс 8,8 градусов. Какую оценку мы можем дать? Что месяц был какой тоже? Прохладный. Теперь мы можем, оказывается, даже дать оценку году, но для этого мы должны определить с вами среднегодовую температуру. Для того, чтобы определить среднегодовую, вы, наверное, догадались, что каждый месяц мы с вами определяем среднемесячную температуру, а месяцев мы с вами знаем, это 12. Значит, опять, так же, как и мы поступали в предыдущих случаях, мы суммируем и получаем определенную сумму температур. Так как это температура теперь мы на 12, делим на 12 и узнаем, что, оказывается, средняя температура года была равна плюс 4,1 градуса. Это говорит о том, что год был очень-очень прохладным, и даже, можно сказать, холодным. Теперь давайте выясним, кроме того, что мы с вами можем определить среднесуточную, среднемесячную и среднегодовую, оказывается, у нас бывают дни, когда мы с вами говорим, может быть, самая максимальная температура и самая минимальная температура. Пусть это дня будет, месяцы или года. Тогда это понятие называется амплитудой температур. Значит, амплитуда температур – это разница между самой высокой и самой низкой температурой в определенный промежуток времени. То есть это сутки, это месяц, это год. Давайте на примере посмотрим. Например, если средняя температура января равна была минус 5 градусов, то есть это минимальная температура, а средняя температура июля максимум была равна плюс 35 градусов, как нам с вами найти амплитуду? А значит, в данном случае мы с вами 35, разница, отнимаем минус 5 и получаем, что амплитуда в данном случае равна 40 градусов. То есть разница в 40 градусов. Вот это и называется годовой амплитудой. Еще можно один пример рассмотреть. Например, средняя температура января плюс 23 градуса. Где такие градусы могут встречаться? В южном полушарии. Мы с вами знаем, когда у нас зима, у них лето, но зимний месяц у них считаются летними. Средняя температура июля плюс 29 градусов. Чему же тогда будет равняться годовая амплитуда? У нас получается 6 градусов. Это и будет разница, то есть называется годовой амплитудой. Итак, найдя среднесуточную, годовую или среднемесячную, мы можем начертить, применить график. Как вы видите на графике, значит, по вертикали у нас мы откладываем градусы, а по горизонтальной линии мы можем отложить время суток, которое мы измерили, или в данном случае здесь даны месяцы. Значит, смотрим, среднемесячная температура января, мы видим, она равнялась минус 10 градусов. А, например, среднемесячная температура августа составляла плюс 16 градусов. Теперь мы видим также наглядно по графику, что максимальная температура и минимальная температура, то есть мы с вами можем сразу выяснить, что это называется годовой амплитудой. Посмотрите, годовая амплитуда в данном случае, сколько градусов будет. Если мы с вами берем минус 10 минимальную и плюс 18 максимальную, то у нас годовая амплитуда равна 28 градусов. Если мы с вами хотим дать задание ученикам, мы тоже можем по этому графику дать. Например, определить годовую температуру, если самая высокая температура, например, здесь минус 2 или минус 8. Или в то же время мы можем дать задание, чтобы они определили годовую амплитуду между градусами плюс 16 и плюс 8 градусов. Помимо температуры, которую мы с вами определяем, мы с вами знаем, что температура, оказывается, еще зависит от высоты. Есть такая географическая закономерность. Если мы поднимаемся на 1000 метров, а это 1 километр, то температура воздуха понижается на 6 градусов. А значит, если мы с вами просмотрим поднятие высоты, посмотрите, если здесь была температура, мы скажем, плюс 25, при поднятии на 1000 километров она понижается на 6 градусов. Поэтому в горах мы с вами знаем, что летом тоже бывает очень прохладно. Вот это из-за этой закономерности. Это вы должны знать. Помимо этой закономерности, мы с вами сказали, что, оказывается, воздух состоит из определенных газов. Ну-ка вспомните, содержание каких газов в атмосфере больше? Это азота. 78%, 20% это кислорода и 1% различных газов. А теперь, если мы вспомним химию, то любой элемент, даже газ или это будет любое вещество, оно, оказывается, мы с вами знаем, состоит из молекул. А раз они состоят из молекул, эти молекулы обязательно весят. Поэтому воздух, оказывается, тоже имеет вес. И вот этот вес воздуха, с которым он давит на земную поверхность, получил название атмосферное давление. А значит, атмосферное давление – это сила, с которой воздух давит на земную поверхность. Теперь давайте вот такой опыт. Если мы возьмем колбу без воздуха, она, видите, оказывается легче, а колба с воздухом оказывается тяжелее. Давайте теперь посмотрим. Вес воздуха равен 1 килограмм, если это 1 квадратный сантиметр. Представьте себе, две клеточки, две клеточки, 1 квадратный сантиметр. Вот на эту клеточку, то есть на этот квадратный сантиметр, сила воздуха 1 килограмм. А теперь представьте, наше тело из каких квадратных сантиметров состоит. Представляете, с какой силой давит на наш с вами воздух? Это несколько тонн. Скажите тогда, почему мы с вами спокойно себя можем чувствовать? Так, ребята должны знать, что мы дышим этим воздухом, с этой силой. А значит, внутри нас тоже находится такая же сила, которая противостоит. Поэтому мы с вами спокойно можем ходить, сидеть, вставать, лежать и так далее. Но если вдруг мы с вами знаем, у людей говорят, давление изменилось, вот в таком случае люди себя начинают плохо чувствовать. Поэтому обязательно атмосферное давление мы тоже должны знать. Если воздух влажный, посмотрите, его сила давления увеличивается уже на 1 кубический метр. Он будет составлять 1 килограмм 330 грамм. Итак, измеряется давление специальным прибором, который называется ртутный барометр. Значит, здесь трубочка заполнена ртутью. Ртуть, вы знаете, это вещество, которое очень быстро реагирует на изменения. Поэтому значение ртути, то есть если мы поднимаемся, оно почему-то опускается, а если мы наоборот опускаемся, оно почему-то поднимается. То есть вот как раз таки по делениям и показывает, какое атмосферное давление. А раз мы с вами измеряем ртутным барометром, значит, в чем выражается давление атмосферное? Оно выражается в миллиметрах ртутного столба. И есть сегодня прибор, барометр металлический, его еще называют анироид, который сегодня нам помогает измерить атмосферное давление. Существует очень много приборов, которыми можно сегодня измерить атмосферное давление. Итак, существует географический закон. На каждые 100 метров давление снижается на 10 миллиметров ртутного столба. Зная эту закономерность, мы с вами должны знать, что нормальное давление это при температуре 0 градусов на побережье моря. И оно составляет 760 миллиметров ртутного столба. А значит, когда мы поднимаемся, оно снижается, значит, воздуха становится меньше. А когда мы опускаемся, становится больше. Эти закономерности обязательно учитываются при выполнении практического задания. Например, определить давление или определить высоту мы можем при помощи этих географических законов. Сегодня вам будет задание. Значит, вы должны будете просмотреть и проанализировать таблицу. Посмотрите, здесь даны температуры и даны давления. Вы должны определить, как меняется давление с изменением температуры. На сегодня занятие закончено. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для того, чтобы начать наш урок, мы должны учащихся направить, то есть провести, мы можем несколько методов. Например, фронтальный опрос. Задавать детям, что такое раствор, что такое растворимый, что такое растворитель, что такое растворенное вещество. И дети должны правильно привозить примеры. Или же на логику использовать также химический диктант. Использовать также физические величины, то есть формулы. Перед нами четыре формулы. И учащийся, то есть ученик, должен каждую формулу уметь правильно характеризовать. То есть какой задачей или какой теме оно более приемлемо. Например, для того, чтобы найти малярную концентрацию, значит, мы должны воспользоваться первой формулой. Это процентная концентрация, плотность и малярная масса вещества. Для того, чтобы использовать процентную концентрацию, ученик говорит, что необходимо знать малярность, малярную массу вещества, плотность и 10. 10, что в первой, что во второй, в третьей и в четвертой формуле, это величина, которая постоянно используется. Третья формула, это нахождение малярной массы вещества, зная процентную концентрацию, плотность и малярность раствора. Четвертая формула, это нахождение плотности вещества. То есть для этого необходимо нам знать малярность, малярную массу, процентную концентрацию и уметь правильно их все использовать при решении задачи. Каждый способ выражения концентрации раствора удобен в зависимости от цели, которую преследует химик или технолог. Процентные концентрации более удобны для воспользования в медицине, а малярные концентрации используются в частности в лабораторных занятиях. Взаимосвязь между малярной концентрацией, малярной концентрацией эквивалента и массовой долей растворенного компонента приводим мы следующие формулы. Мы о них уже вместе с учениками оговаривали, когда с вами рассматривали первый слайд. Давайте попробуем с вами дать рекомендации для наших учеников в решении задачи. Первая задача – определить малярную концентрацию 20% с плотностью 1,25 г на мл раствора гидроксида калия. Ученикам мы напоминаем, как правильно мы пишем и оформляем в тетради данные задачи. То есть правильно написать «дано» по условию задачи нам дается. Процентная концентрация 20% и плотность 1,25 г на мл. Нам нужно найти малярную концентрацию. Здесь же в «дано» мы можем сразу вычислить и написать малярную массу гидроксида калия. Малярная масса гидроксида калия, применив все математические вычисления по таблице Менделеева, мы можем смело сказать, что оно равно 56 г на моль. Следующее записано в формулу, которую необходимо применить к этой задаче. Это формула для вычисления малярной концентрации. Малярная концентрация – это отношение процентной концентрации на плотность, умноженное на 10, и деленное на ее малярную массу. Подставив все эти значения, мы получаем, что малярность раствора у нас равна 4,46 моль. Следующая задача. Определите процентную концентрацию 1,5 малярной плотностью 1,26 г на мл раствора азотной кислоты. Опять же, мы с учениками, направляя их, пишем правильно «дано». По условиям задачи. Теперь малярность раствора у нас равна 1,5 моль. Плотность 1,26 г на мл. Малярная масса азотной кислоты по таблице Менделеева. Вычислив все эти значения, мы приходим к выводу, что оно равно 63 г на моль. Нам нужно найти процентную концентрацию раствора азотной кислоты. Записываем формулу, по которой она вычисляется. Записав формулу и подставив все математические выражения, мы приходим к тому, что процентное содержание данного раствора, то есть азотной кислоты, равно 7,5%. Третья задача. Определить плотность 20,2% раствора нитрата калия малярной концентрации 2,5 моль. Опять же, записываем с вами условия задачи, то есть дано по условию задачи процентная концентрация 20,2 моль. Малярность равно 2,5 моль. Малярная масса нитрата калия равно 101 г на моль. И нам нужно найти плотность данной соли. Воспользуемся формулой плотность равно малярная концентрация, умноженная на малярную массу вещества, деленная на процентную концентрацию, умноженная на 10. Подставив все эти математические числа, мы получим, что плотность нитрата калия у нас равно 1,25 г на мл. Следующее. Малярность раствора 16% плотностью 1,4 г на мл неизвестного вещества равно 4 моль. Определить неизвестное вещество растворенного в растворе. Эта задача очень даже интересная, так как мы не знаем, о каком данном веществе идет речь. Что делаем? Опять пишем мы условия задачи, то есть правильно составляем дано. Малярная концентрация равно 4 моль. Процентная концентрация неизвестного нами вещества равно 16%. Плотность данного вещества 1,4 г на мл. Нам нужно найти, какое же это будет неизвестное вещество. Для этого мы находим малярную массу вещества. То есть по условию нам необходимо найти малярную массу вещества. Значит, мы воспользуемся формулой процентная концентрация, плотность и малярность раствора. Подставив все эти математические цифры и вычислив математическим действием, мы получим, что масса данного неизвестного вещества равна 56 г на моль. А 56 г на моль у нас имеет вещество гидроксида калия. Для того, чтобы продолжить, чем же малярность, процентная концентрация или нормальная концентрация, массовые доли могут отличаться друг от друга, мы можем устно задать детям еще такой вопрос. Например, утром Мадина готовит чай. В 200 мл стакана чая она насыпала 2 ложки сахара, потом пошла умываться. Мама, войдя на кухню, увидев стакан с чаем, еще добавила 2 ложки сахара. Зашла Мадина, попробовала чай. Чай оказался очень сладким, и она должна была его разбавить до определенной концентрации, которую любит сама пить. Эту задачу можно дать как устное выражение, то есть чтобы дети сказали, что и по каким формулам они могут воспользоваться. А на закрепление домашнего задания мы можем дать три задачи. Первая задача, она связана еще и с биологией, для того, чтобы больше принести пользу и плодородие нашему урожаю. Двухдневное вымачивание семян свеклы в растворе бромида калия с массовой долей бромида калия 0,3% повышает урожайность свеклы. Вычислите массу бромида калия и воды, необходимой для приготовления такого раствора. Можно говорить, что для раствора, то есть для этого приготовления, и зачем мы готовим такие растворы, чтобы повышать не только урожайность растения, но и также плодородие почвы. Вторая задача. При выпаривании 500 граммов 10% раствора сульфата лития получили раствор массой 200 грамм. Какова процентная концентрация полученного раствора? Третья задача. В аптеке требовалось приготовить 1 килограмм нашатырного спирта 10% раствора аммиака. Значит, нашатырный спирт или его еще мы называем аммиаком. Путем разбавления 25% раствора аммиака дистиллированной водой в каком массовом отношении следует смешать 25% раствора и воду? Дать рекомендации и напомнить ученикам все формулы, которые воспользовались в данных задачах. Сегодня мы с вами разобрали тему соотношения между процентной и малярной концентрацией. Мы с вами вспомнили, какие формулы применяются при вычислении малярной концентрации или при вычислении процентной концентрации, при нахождении плотности вещества, при нахождении малярной массы вещества, зная малярность и процентную концентрацию. Я думаю, что рекомендации, которые мы предоставили вам, были очень даже доступны. Спасибо за внимание. Неважно, имеешь ли ты образование или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии, а может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе? Стать программистом никогда не поздно. Ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно, стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Oders. Стань обладателем профессии будущего. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Филиппова Наталья Анатольевна. Наша сегодняшняя тема «Белки. Особенности строения, свойства, структура белков, функции белков, ферменты, механизм ферментативных реакций». Белки — это основа всей нашей жизни, всего живого на Земле. Белки — это наиболее разнообразные по строению органические соединения, и они выполняют наибольшее количество функций в живых организмах. Белки являются биологическими полимерами. Они состоят из мономеров аминокислот. Аминокислоты — это карбоновые кислоты, в которых один атом водорода замещен на аминогруппу. Так как в составе аминокислот есть и аминогруппа, и карбоксильная группа, они являются амфотерными соединениями. Самая главная часть аминокислоты — это радикал. Аминокислоты отличаются строением своих радикалов. Всего известно более 300 различных аминокислот, но только 20 из них входят в состав живых организмов. Мы называем их волшебные аминокислоты, потому что в любом белке любого живого организма мы можем встретить только эти 20 аминокислот. Эти аминокислоты также называются протеиногенные. Протеиногенные аминокислоты по строению своего радикала делятся на ациклические и циклические. Когда вы объясняете эту тему учащимся, познакомьте их поближе с аминокислотами, потому что иначе аминокислоты будут для них просто непонятными названиями. Задайте им различные вопросы. Например, какие лекарственные препараты изготавливаются из аминокислот, где их применяют, либо какая аминокислота входит в состав жевательной резинки, и кому не рекомендовано использовать жвачку из-за того, что там находится именно эта аминокислота. Наши 20 аминокислот дают массу различных сочетаний, поэтому все белки отличаются друг от друга количеством аминокислот, составом аминокислот, а также их последовательностью в цепи. Аминокислоты делятся на заменимые и незаменимые. Заменимые аминокислоты способны синтезировать любые клетки, как клетки бактерий, растений, животных, так и клетки человека. Незаменимые же аминокислоты синтезируют только бактерии и растения. Животные и человек получают эти кислоты только из пищи. Поскольку белки являются сложными молекулами, они имеют 4 различных уровня организации. Первичную структуру, вторичную, третичную и четвертичную. Первичная структура белка представляет собой полинуклеиновую цепочку. Мы называем ее также формулой белка. В этой полинуклеиновой цепи аминокислоты последовательно связаны друг с другом с помощью специальной пептидной связи. Такая связь встречается только в молекулах белков. Как образуется пептидная связь? При соединении двух аминокислот. Одна аминокислота дает на образование связи карбоксильную группу, а вторая аминокислота дает на образование связи аминогруппу. И между углеродом карбоксильной группы и азотом аминогруппы образуется пептидная связь, при этом отщепляется одна молекула воды. Количество пептидных связей в молекуле белка на одну меньше, чем количество аминокислот. Если соединяются между собой две аминокислоты, соединение будет называться дипептидом, три аминокислоты – трипептидом и так далее. Если соединяется более 50 аминокислот, это будет белок. Вторичная структура белка представлена либо бета-складчатой структурой, либо альфа-спиралью. Эта структура удерживается за счет многочисленных водородных связей, которые возникают между кислородом и водородом в соседних участках цепи белка. Третичная структура белка или глобула представляет собой клубок, образованный из спирали. Здесь идет образование глобулы за счет связи, возникающих между радикалами различных аминокислот. Поэтому в зависимости от того, какие именно аминокислоты входят в состав данной глобулы, у нас разная конфигурация у различных глобул белка. Четвертичная структура возникает у сложных белков, которые состоят из нескольких полипептидных цепей. Например, белок гемоглобин состоит из двух альфа и двух бета-цепей. В каждой альфа-цепи по 141 аминокислоте, а в каждой бета-цепи по 146 аминокислот. По форме различают глобулярные, то есть шаровидные белки. Сюда мы можем отнести, например, ферменты и фибриллярные белки, то есть нитевидные. Сюда мы можем отнести коллаген или белок, входящий в состав шерсти животных, волос или нитей шелковичных коконов. Молекулы белка обладают уникальным свойством. Под действием физических или химических факторов третичная, четвертичная и вторичная структуры белка разрушаются и происходит процесс денатурации белка. Задайте учащимся вопросы. Как изменяется белок при варке яйца? Почему сворачивается молоко при добавлении в него уксусной кислоты? Почему хозяйка при приготовлении хлеба долго вымешивает тесто? И пусть учащиеся найдут, как называются белки, которые входят в состав молока, яиц и муки. Последовательность аминокислот в молекуле белка зашифрована в виде наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот. Белки — это единственные молекулы, в стройне которых записано у нас в виде генетического кода. В зависимости от последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК у нас будет соответствующая последовательность в молекуле белка, и белок будет выполнять свою строго определенную функцию. Мы можем разделить белки на две большие группы. Простые белки, они называются протеинами, они состоят только из аминокислот, и сложные белки, они называются протеидами. Кроме аминокислот в их состав входят еще какие-то небелковые компоненты. Это могут быть другие органические соединения, например, липиды или углеводы, а также металлы. Белки выполняют разнообразные функции, например, пластическую, то есть строительную, входят в состав соединительной ткани, волос, перьев у птиц, сухожилий и связок. Транспортная функция белки способна переносить молекулы других веществ, например, белок гемоглобин переносит кислород и углекислый газ. Двигательная функция белков. Белки способны сокращаться и сокращать мускулы. Например, в наших мускулах имеются миофибрилы, состоящие из белков актин и миозин. Регуляторная функция. Некоторые белки являются гормонами, например, инсулин или самототропный гормон. Рецепторная функция. Белки, находящиеся на поверхности клеток, позволяют ферментам, гормонам и другим клеткам распознавать друг друга. Защитная функция белков. Антитела, которые вырабатываются в ответ на проникновение вирусов и бактерий, а также белок фибриноген, который участвует в свертывании крови, выполняют защитную функцию. Токсичная функция. Некоторые токсины микроорганизмов, например, бактерии ботулизма, а также токсины ядовитых животных, например, змей, также являются по своей химической природе белками. Один грамм белков дает 17,6 кДж энергии при окислении. Но важно подчеркнуть, что белки будут расщепляться в самую последнюю очередь, после того, как в организме расщепятся углеводы и жиры. Одна из важнейших функций – это каталитическая. Белки-катализаторы называются также ферментами или энзимами. Поскольку все органические вещества, входящие в состав клетки, это очень сложные соединения, и химические реакции с ними чрезвычайно громоздки и сложны, без белков-катализаторов не происходит ни один химический процесс внутри клетки. Вещество, на которое действуют ферменты, называется субстратом. Каждый фермент действует на определенный субстрат. И взаимодействует субстрат и фермент, подобно тому, как замок взаимодействует с ключом. В результате ферментативной реакции очень быстро получается какой-то конечный продукт. Но ферменты действуют в строго определенных условиях, например, при определенной кислотности внутри клетки. При классификации ферментов следует донести до учащихся, что все ферменты по современным методам классификации имеют окончание аза, за исключением тех ферментов, которые были названы в далекие годы. За исключением тех ферментов, чьи названия были сложившиеся исторически, например, такие как пепсин, трепсин или птиолин, это пищеварительные ферменты, а также есть ферменты, которые называют сокращенными названиями, это ферменты рестриктазы, и их названия происходят от названия микроорганизмов, из которых их выделили. Например, рестриктазу ЭКО-Р1 получили из бактерий кишечной палочки Эшерихи и Коли. Задайте вопросы учащимся. Какие белки входят в состав косметических средств и придают упругость кожи и волосам? Где в косметологии применяют токсин бактерий ботулизма? И почему дельфины и киты могут находиться долго под водой? Подведем итоги нашего занятия. Сегодня мы с вами узнали строение белков, функции и свойства белков. Благодарю всех за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok